Здравствуйте, меня зовут Владимир, сегодня урок истории. Мы продолжим обсуждение геополитических столкновений, приведших к Первой мировой войне. Сначала обсудим создание военных блоков. Конечно, Первая мировая война разыгралась между Тройственным Союзом и Антантой, как вы знаете. Значит, Тройственный Союз складывается в результате антифранцузской политики Бисмарка. Вспомним, да, Германия в 70-м нападает на Францию, значит, ее уничтожает практически и аннексирует Эльзас и Лотарингию. Бисмарк, разумеется, убедил Австро-Венгрию в том, что Россия угрожает ей с Востока, и в итоге император Франц Иосиф тоже входит в этот союз. Ну, а Италия, как и Франция, претендовали на захват Туниса, поэтому у итальянцев тоже были разногласия с Францией, и поэтому присоединяется к этому союзу еще и Италия. Получается, Тройственный Союз у нас с вами это Германия, Австро-Венгрия и Италия. Две страны молодые, Германия и Италия, и одна страна уже очень старая. И, получается, Италия и Германия нужно постараться как можно больше земель присоединить, а Австро-Венгрия, наоборот, надо постараться как-то не развалиться. Со стороны России и Франции, естественно, последовали ответные меры, потому что, ну, надо же с кем-то дружить. В 1993 году они заключили окончательный между собой военный союз, это было при русском императоре Александре III, во Франции тогда была очередная республика. К этому времени мы с Францией уже имели значительные экономические отношения, и Франция была, по сути, главным кредитором Российской империи. К созданию Тройственного Союза англичане сначала отнеслись положительно, потому что это позволяло сдерживать Францию и Россию на международной арене. У англичан были довольно серьезные проблемы с Францией в Африке, а также в Индокитае. С Россией у англичан были проблемы на Балканах и, самое главное, проблемы в Среднем Востоке. То есть, какое-то время Россия и Франция уже были вместе, а англичане еще пока к ним присоединиться как бы не могли. Вот вы, собственно, видите Тройственный Союз. Посмотрите, да, перед вами гигантская Германия, гигантская Австро-Венгрия и более чем большая Италия, включая Сардинию и Сицилию. Ну, то есть, это половина территории европейских государств практически. Значит, это также Тройственный Союз в лицах, можно сказать так. Так, наверху видим Вильгельма II Гринсалерна, германского кайзера, вот, с большими бакенбардами. Это знаменитый на всех конфетных наборах изображающийся австрийский кайзер Франц Иосиф II. И здесь мы видим итальянского, значит, короля Умберто I. Вот тоже такая смешная карикатура. Значит, это уже у нас бисмарк с огромной трубкой, да, подкуривает. И стоящий, поддакивающий ему, соответственно, итальянский король и австрийский король. Видно, что Германия доминирует в этом союзе, но курят они на пороховой бочке. Этой пороховой бочкой станет, как мы с вами знаем, Балкан. Ну и русско-французский союз, это Николай II, в привычном для него вот этом казацком уборе, и президент Французской республики. Русско-французская дружба, да. Значит, в Германии создается мощный военный флот, заключается контракт на строительство Багдадской железной дороги, которая должна была связать Иран и Турцию. Это входит в жесткий конфликт с английскими интересами. Англичане всегда стремились укрепиться на территории Персидского залива, Ирана, Ирака и Афганистана. Поэтому, конечно, продвижение Германии на ближний и средний восток окончательно разрывает возможные потенциальные отношения между Англией и Германией. Ну и флот тоже, да, военный флот, разумеется, германский, по-настоящему бросает вызов британскому доминированию на морях. Вот как раз план Багдадской железной дороги. Посмотрите, откуда она идет, да. Она идет у нас с вами как бы через всю Европу из Германии, из Гамбурга, да, через Германию, Австро-Венгрию, Балканы. Пересекает, да, Босфорские проливы. И дальше через всю Турцию идет с одной стороны, посмотрите, до современного Персидского залива. С другой стороны делается одна веточка, да, которая идет по западному побережью Аравийского полуострова до важного порта. А с другой стороны идет вдоль Нила и спускается через Египет и Судан в Эфиопию. Вот такие германские планы им не суждено было сбыться. Но сам факт того, что такие планы были, конечно, вбили окончательный клин между Германией и Англией. Значит, если говорить о разделе Африки, тут были мощные англо-германские противоречия, вот, и таким образом уже окончательно Англия с Германией поссорились. В 2004 году зато между Англией и Францией было, значит, заключено окончательное соглашение о разделе сфер влияния в Африке. В 2007 году Россия уже, в свою очередь, и Англия подписали соглашение о разделе Ирана, о том, что Россия не будет мешать английской политике в Тибете и Афганистане. И таким образом окончательно сложилась Антанта. Получается, сначала Россия и Англия подружились, потом все-таки к концу XIX века урегулировали свои отношения Франция и Англия. И в итоге Россия и Англия тоже смогли помириться. И вот и образовалась к 2007 году, к 2007 году образовалась Антанта. Вот у нас уже истройственный союз давным-давно, и теперь у нас есть с вами Антанта. И вот они скоро, да, начнут друг с другом воевать. Это как раз план раздела Ирана между Англией и Россией. Посмотрите, северная часть, ну, как бы южный берег Каспийского моря, да, и Закавказья частично, и Закаспийская область, вместе причем со столицей Ирана, Тегераном, российская территория. Вот, потом принципиальные территории нефтяносные, вот, включая Армузский пролив к югу, это английская территория, и такая типа, как бы нейтральная зона, отданная на владение Шахиншаха, то есть иранского владыки. Ну, понятно, что это нейтральная зона со всех сторон, да, можно ее легко, значит, пройти, соединившись, и, на самом деле, по сути, это был самый настоящий раздел независимого государства между Англией и Россией. А вот Антанта, уже знаменитая картинка, три женщины символизирующие, значит, в центре стоит православная Россия, вот, рядом с якорем правь Британия морями, Великобритания, и вот такая смешная, в такой смешной шапочке всегда рисовали Францию, это такая шапочка, которая еще пошла со времен французской революции. Вот, да, собственно, Антанта. Ну, Антанта, это просто на французском, значит, союз, альянс. Где же у нас с вами вспыхнет взрыв в 2014 году? Да, мы знаем, что это Сараево, мы знаем, что это Босния, то есть это Балканы. Давайте посмотрим, как это происходит. Значит, начиная с 2008 года Балканы становятся довольно таким очень опасным регионом. Дело в том, что в Турции происходит молодотрецкая революция, к власти приходят военные, да, сбрасывают прошлого турецкого султана. И вот, испугавшись, да, эскалации конфликта, Австро-Венгрия, которая и так уже к этому времени де-факто, да, простирала свою власть над территорией Боснии и Герцеговины, теперь де-юре аннексирует эти земли. Итак, Австро-Венгрия после молодотрецкой революции аннексировала Боснию и Герцеговину. Таким образом, напряжение на Балканах усилилось. Россия выразила свой протест. Тогда в России уже, да, вы понимаете, был император Николай II, но Бисмарк нажал на Николая. К этому времени Бисмарк и Австро-Венгрия были уже союзниками. Он сказал Николаю, что либо отступись, либо будет война. И нам пришлось тогда отступиться. Но как бы это был первый тревожный звоночек. Значит, в дальнейшем, в 2012 и 2013 году, вот эти вот территории, которые образовались в виде независимых государств, на теле расчлененной Османской империи, начали приходить в некоторое движение. Вот, значит, был создан Балканский союз, направленный против Турции. Турцию нужно было окончательно разгромить и лишить ее всех владений на Балканах. В итоге Болгария, Сербия, Греция, Черногория в короткий срок окончательно лишили Турцию всех европейских владений. Здесь вы видите в французском журнале как раз вот аллегорию того, как с одной стороны Франц Иосиф, а с другой стороны наследний принц Фердинанд, австро-венгерские монархи, как бы вырывают из рук несчастного турецкого султана Боснию и Герцеговину. А на этой картинке вы видите как раз формирование Балканского союза. Посмотрите, с одной стороны у нас Османская империя все еще довольно большая, занимающая значительные территории. Например, вот здесь у нас Албания идет вдоль берега Адриатического моря, Северная Греция, Македония, определенная часть современной Болгарии. И вот как раз вот здесь у нас Балканский союз складывается из, собственно, самой Болгарии, Греции, Черногории и Сербии. Вот именно эти государства и нападут на Османскую империю. Вот каким образом это выглядело. Мы видим, что греческие войска, сербские, черногорские, особенно болгарские войска захватывают всю вот эту территорию. Это довольно легко видеть, потому что вот в этом месте Османская империя является очень уязвимой. Если Болгария начнет идти с севера на юг и выйдет здесь к Эгейскому морю, то получается, что вот эта вся огромная часть Турции оказывается в котле со стороны многочисленных держав. Собственно говоря, это и получилось. В итоге единственные территории, которые остались у Турции, это незначительные владения вот здесь вот, на северном берегу Мрамовного моря. То есть, по сути, это и есть те владения, которыми сегодня Турция ограничивается на европейской части Евразии. Но на этом все не закончилось. Значит, победители, соответственно, вот эта вот Болгария, Греция, Черногория, Сербия, не были согласны в отношении доставшихся им кусков земли. Вот. И Болгария была тут главным недовольным. Она была главным поджигателем войны. В 2013 году вспыхнула новая война. Значит, против Болгарии выступила Сербия, Греция и даже Румыния. Вот. Каждая из этих стран претендовали на свой кусочек болгарской земли. Вот. Вступила также против Болгарии и Турции, надеясь, верну тебе какие-то земли. Болгария была разбита в течение нескольких дней на всех фронтах. Что касается Румынии, Румыния получила там кусочек территории около Дуная. Болгария вернула себе Адрианаполь. Греция увеличила свои территории за счет Македонии. И некоторые другие произошли изменения на карте. Сербия тоже такая большая стала. Вот здесь мы с вами видим как раз Вторую Балканскую войну. Посмотрите, Болгария со всех сторон окружена враждебными ей, как можно сказать, государствами. Хотя она сама начала эти боевые действия. На Западном фронте видим Сербия, да, атакует Болгарию. На Юго-Западном фронте у нас происходят были столкновения в Македонии с Грецией. На Северо-Восточном фронте в районе Устья-Дуная, так называемой Южной Добруджи, значит, в Болгарию вошла Румыния. И на Юго-Востоке турецкие войска тоже пытаются себе забрать территории, там, Адрианаполь и какие-то другие города. Вот таким образом Болгария была разгромлена. И, разумеется, это усилило настроение Болгарии в сторону Австро-Венгрии и Германии. Именно поэтому в дальнейшем, когда начнется крупная война, война Первая мировая, Болгария выступит на стороне Тройственного Союза. Вот. Так же, как и Османская империя. Они подпишут мир между собой, Болгария и Турция, и будут, соответственно, воевать против Сербии и против Румынии. Потому что оба эти государства, и Сербия, и Румыния, выступят на стороне Антанты. Интересно, что Болгария к этому времени, видите, умудрилась сохранить выход к двум морям. К Черному морю, который и до этого-то у них был. И вот умудрилась сохранить довольно широкий выход к Эгейскому морю. Балканы, разумеется, остаются зоной серьезной напряженности. Значит, после вот этих событий в самой Сербии усилится национально-патриотическое движение. Будет организовано движение «Млада Босна». И как раз вот один из лидеров этого движения, Гаврила Принцев, в 2014 году в Боснии, в городе Сараево, убьет австрийского наследника престола, эрцгерцога Франца Фердинанда, летом 2014 года. В результате чего и начнется Первая мировая война. Безусловно, к этому времени отнюдь не все люди хотели воевать. Довольно серьезно силилось пацифистское движение. После Франко-Прусской войны стали возникать многочисленные сторонники мира. Люди чувствовали, в общем, самые разные крестьяне, промышленники, торговцы, религиозные деятели политики, что вот эти новые виды вооружения, эти гранаты, эти танки, пулеметы, бомбы, которые бросали с воздушных шаров, отравляющие газы, что все это превращает войну в какой-то в настоящий конвейер убийств. Стало шириться пацифистское движение. Сначала оно было подкреплено идеологией христианской, позже было подкреплено идеологией социалистической и марксистской. Пацифистские союзы создавались в самых разных государствах, Европе, США, даже в Японии, что уж совсем странно, учитывая такой традиционный японский милитаристский дух. В Париже, видите, состоялся первый пацифистский конгресс. Даже сам президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт за посредничество в заключении Портсмурского мира между Россией и Японией получил Нобелевскую премию мира. В это время уже давали Нобелевские премии в разных дисциплинах, химия, литература. Но вот еще ввели специальную Нобелевскую премию мира и давали ее тем политикам, которые, значит, сделали максимально много для достижения мира на земле. Собственно, вот пацифизм. Так вот это движение росло. Это одна из картинок эпохи Первой мировой войны. Здесь все воюющие державы, то есть Россия, Германия, Австро-Венгрия, Англия, Франция и так далее, стоят в разной форме и расстреливают одного и того человека. Ну и нетрудно догадаться, что это Иисус Христос. То есть такой пацифистский манифест, типа, в кого же вы целитесь каждый раз. А это Тадор Рузвельт, еще раз повторю, лауреат Нобелевской премии мира за мирные переговоры, окончившие войну между Россией и Японией в пятом году. Портсмурский мир. Ну и теперь, значит, социалистически-марксистское движение отгремел Первый интернационал, который был создан еще давным-давно Марксом и Энгельсом. Он, по сути, развалился после Франко-Прусской войны, после поражения Парижской коммуны, первого, да, кратковременно существовавшего такого коммунистического государства в истории человечества. Но в 89-м, значит, был создан Второй интернационал. Второй интернационал был окрашен в такие менее революционные цвета, и люди собирались там в основном для того, чтобы поговорить о том, как же нам пережить будущую войну. Осуждались активно колониальные захваты, осуждался передел мира, осуждался шовинизм, антисемитизм, осуждалась гонка вооружений. Короче говоря, различные многочисленные массовые манифестации устраивались именно такого пацифистского характера. То есть, получается, если Первый интернационал реально так настаивал на том, что пролетарии, соединяйтесь, давайте устроим буржуям настоящую войну, то вот Второй интернационал уже в преддверии грандиозной человеческой бойни встал на более пацифистские позиции. Здесь вы видите членов Второго интернационала, и среди них вот один из сидящих в первом ряду наш знаменитый марксист Георгий Валентинович Плеханов, один из наиболее авторитетных представителей немецкой социал-демократии, ну, с русскими корнями, да, русский эмигрант. И здесь вы видите их, значит, Парижский съезд, Парижскую ассамблею Второго интернационала. Вот они все вместе здесь стоят, да, и выступают за мир против войны. Но, разумеется, что никакого серьезного, конечно, влияния Второй интернационал оказать не мог. Профсоюзное движение росло, различные коммунистические партии в разных странах, и в Англии, лейбористы, и во Франции, и везде, конечно, должны были как-то учитывать мнение Второго интернационала. Вот, ну, по большому счету, естественно, политика международная, с этим никак считаться не собиралась, просто банально, потому что национальные интересы многочисленных категорий населения, и крестьян, и ремесленников, и банкиров, все-таки еще находились на стадии такой национальной. Да, то есть национальная вражда, междуусловно говоря, французским крестьянином и немецким крестьянином была сильнее, чем попытка навязать им классовое единство. Это то, с чем столкнулись потом и русские социалисты, марксисты-большевики, когда пытались навязать Европе мировую революцию, в частности, когда пытались большевистскую революцию перенести на территорию Польши. Тогда большевики надеялись на то, что польские крестьяне, польские ремесленники, польские рабочие окажут солидаризацию с русскими рабочими и поднимут восстание против польских буржуа. А получилось все иначе. Получилось, что вот этот вековечный конфликт между национальными интересами России и Польши, он был гораздо важнее, чем классовое единство между пролетариатом. Поэтому наш поход на Польшу закончится полным поражением. Впрочем, это будет уже после Первой мировой войны. Вот, собственно, я то, что хотел рассказать про развитие геополитических отношений непосредственно в преддверии и в самое начало Первой мировой войны. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.